я вообще кайфую итак всем привет это наш первый подкаст на канале не выгорать мы находимся в питере и первый наш гость алексей пинской лег привет все таки мы добрались до этого мига в общем с лёхой обсудим сегодня вопросы по поводу путешествия по поводу работы за границей и еще несколько интересных тем которые раскрывать я сейчас не буду вот лёхич скажи пожалуйста вот у тебя три высших образования так ты знаешь несколько языков английский французский сейчас уже знаешь иврит ну кацак какой через русский русский считается до 3 высших образования можно сказать три языка да и ну ты еще коучем получается работал здесь в россии до участвовал несколько государственных проектах да как вот человек с таким вот багажом да все-таки принял решение поехать в израиль и работать там на заводе просто разнорабочий то есть как как ты к этому пришел и в чем преимущество этого пути ну изначально я не планировал вообще-то на каких-то заводах работать я просто хотел сменить обстановку то есть когда я принял решение мне было 26 лет вот и хотелось что-то попробовать то есть это всегда какой-то поиск что-то интересное найти посмотреть потому что не хотелось вот всю жизнь в одном городе на севере я работал и вот и так вот всю жизнь и пока молодой решил попробовать для себя что такое жизнь за границей за пределами россии это был основной аспект всегда хотелось что я был допустим европе вот в качестве туриста мне понравилось и хотелось попробовать вот как жить каково это за пределами собственно россии как другая культура другие люди абсолютно все другое хотелось попробовать что-то новое но другое израиль не сказать что прям сильно другое там же много русскоязычных как выяснилось когда это летела я уже не знал этого узнал об этом только когда уже прилетел когда меня встретили в аэропорту одни русскоговорящие на таможне в такси русскоговорящие то есть везде-везде соседи у меня много русских было всем привет сейчас находимся в аэропорту израиля город тель-авив значит только что прошли паспортный контроль таможню получили вот такую синюю бумагу которая дает нам право здесь быть три месяца большое спасибо евгению он оказывал помощь нам на каждом этапе вот от формы одежды до того что брать что не брать как выглядеть как подстричься в общем проводил нас за ручку от и до спасибо огромное за это поэтому каждого есть шанс всем удачи я открывал ее его для себя каждый раз вот находясь там но ты переживал же помнишь вообще перед перед поездкой с чем было связано твое переживание самое такое сильное ну во первых что это долгий перелет то есть как он пройдет да то есть это ближний восток там да как это все в плане вот стрела в безопасности да вот этого я переживал потому что была вот да такая про израиль миф да что там вот сколько он существует постоянно там не да и на то есть постоянно какие-то обстрелы то есть с этим было да связано да вот в первую очередь это безопасность как я долечу каково находиться там то есть буду ли я жив ну и сильно было опасно в итоге то лететь и вот внутри ты еще в итоге оказалось все очень безопасно более безопасно чем я себе представлял и это круто то есть какая-то атмосфера там все-таки есть такая безопасности да и ты ее прямо еще да ты понимаешь что там много людей в форме порой даже они не форме но они люди из каких-то спецслужб понимаешь что это уже прожив там и в целом ты становишься ты менее становишься тревожным то есть ты понимаешь что в целом ты кто бы что ни задумал его остановят в большинстве случаев ну конечно есть этот шанс что это произойдет но если так сравнивать все относительно там от падения кокоса люди тоже умирают вот какое-то количество то есть всего бояться в лес не ходить да но вообще вот в целом сколько ты там пробовал почти полтора года полтора года планировал ты же наверное пробыть то меньше я вообще не планировал то есть я не знал сколько я буду я просто поехал и на местности уже изначально ты думал вот как турист приеду там на три месяца ну нет больше трех закладывал закладывал больше да 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 а конкретно сколько нет ну больше то есть не три месяца просто вот интересно да ты же человек там уже путешествовал с опытом ты много наверное компаний которые занимались да вот там перевозками до работы за границей ты много наверное изучил компании перед тем как сотрудничать со мной почему вот выбрал вообще меня с чем я тебя так сильно привлёк ну много мошенников в интернете на темы переездов представление работы вот этого всего то есть красиво стелят а спать не мягко знаешь а подкупил у меня то что во первых я тебя одного из увидел то есть ты первый или второй был мне понравилось что он что там были отзывы твоих клиентов то есть не просто ты какие-то брошюрки скачал с интернета и просто красиво упаковал то есть я был бэкграунд у тебя была рефлексия твоих клиентов и именно видео отзывы именно видео отзывы благодарствует но благодарственные какие-то слова именно тебе то есть не просто там спасибо кому то именно вот евгений выливать да и это выглядело искренне это правдоподобно было много не наигран как бы не не пропали эти их было слишком много да интересно но вообще вот допустим мы же с тобой общались там несколько раз созванивались я думаю тоже еще с кем-то созванивался сама сама подача допустим как тебе вот моя вообще моя подача как вот консультация просто мне интересно это чисто такой вот мой личный момент у меня было много вопросов когда я запланировал все это и любой вопрос который бы я тебе не задал ты его расписывал так что никакой толики вообще не оставалось сомнения там каких-то нюансов которые я бы не понял то есть ты меня провел полностью за ручку от вот собственно моего города да вот прилет уже страну я же еще не один летел да у меня да там целая история была да мы как бы не клайд да то есть я тебя объединил с девочкой что как будто вы к брат сестрой да 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 моя сестра из новороссийска да ну это на самом деле не важно на границе меня даже ничего не спрашивали то есть меня спросили какие места хочу посетить вот про нее вообще ничего вы спросили вы вместе или нет я сказал да и все вопросы были только куда мы тим поехать посмотреть что ты на английском отвечу мы начали на английском потом она говорит ну давайте на русском чтобы сама там можно сама таможница что было вообще шоком для меня то есть я готовился там эти вопросы там топ-10 вопрос на границе я примерно в главе раскидал как бы я ответил и начал действовать сам начал не был план и я его придерживался то есть ты вот получается такой клиент у которого но ты готовился к лучшему получилось что все спокойно легко именно я просто хочу сказать что не всем так везет на самом деле и вот я очень часто замечаю что люди которые сами по себе готовы поездки к любой они знают английский они уже путешествовали но они там уверены и в себе то есть да там классно выглядит условно вот и у таких людей чаще меньше проблем на границе просто так то есть как будто перед ними но судьба растил как ковер так сказать вот но эти люди и готовятся к вину чаще всего они готовятся более основательные чем те люди вот ну которых казалось бы вроде как шансов гораздо меньше вообще вот просто очень странно что повод по моему опыту там более восьми лет уже этим занимаюсь я вот допустим тебе даю какие-то стопроцентные шансы грудь да ладно легка не переживай но на всякий случай подготовься ты готовишься основательно и тебе это не это не нужно ты приходишь очень легко на таможне есть человек я смотрю что у него шансы не очень хорошие но в целом если я был бы таможенником я бы наверное в не пустил бы но просто я вот ну переживаю то есть да за свою страну мне он не нравится этот человек уже как-то внутри и я говорю готовься очень серьезно надо тебе прям готовится он так а я устраиваю ему потом спустя время тест вижу что он не готов все нормально я уверен себе типа я пройду и ну как бы пожалуйста давай пробуем то есть я же ему не даю там каких-то сто процентов шанс это всегда как бы лотерея ну и получается так то что для него это прям целое испытание то есть 8 часов допроса как это было вот у поперечного не знаю знаешь такого блогера на концерт когда к себе летел там он была у него история что его восемь часов допрашивали а человека который к нему летел на концерт вообще не допрашивал вообще этот принцип я считаю надо применять во всем во всех аспектах жизни даже на работе твоя подготовленность твоя расторопность она в будущем экономит тебе и силы и времени кем мне быть кем не стать вопросы мешают окей такой вопрос почему израиль а не франция англия или сша хороший вопрос значит франция сша ну вот и всего перечислено мне бы наверно подошла бы франция то что французский у меня первый язык ну и в целом наша культура очень похожа вообще современный русский язык это использование французский язык то есть 18 веке все все дворяне говорили на французском то есть то есть мне было бы это ближе но часто пользуешься французским в последневной жизни в россии но вот сегодня мы с утра были в кафе называется буш и вот переводится как на укус за раз что-то съесть на один укус интересная кстати не знал пока да да то есть если человек никогда не встречался он нигде в принципе видеть французский а если ты его знаешь что где-то постоянно ты мельком да да и видишь его используешь как-то тебя в голове то все прокручивается так а почему я выбрал израиль ну потому что франции я ну рассматривался вопрос относительно заработка в том числе вопрос относительно той же безопасности потому что а франц сейчас не извините меня не не 18 19 век там сейчас там есть то что есть 13 район фильм что-то вроде раз в районе только уже во всей франции да серьезно и это ну это не хотелось бы там оказаться особенно вечернее время особенно в метро как вот показывают метро в америке вот там примерно там почему-то всегда казалось что это какая-то вот прям гиперболизированная опасность на самом деле все не так ну вот клопы недавно было заселение клопов по осени во франция то есть с метро люди которые выходили брали клопов самого это метро с сиденья там тоже там спят бомжи да люди которые живут так скажем подземной жизнью этой вот и приносили и было засели клопов во франции да тебе какой-то знакомый родственник друг рассказал да у меня есть там живет товарищи да и поэтому метро в этот в это время года в этот сезон было отложено пользовались либо общественным транспортом наземным либо доходили пешком уже собственно вот а израиль понравился мне вот по пунктам зарплаты там одни из самых высоких зарплат мире это раз в мире в мире то есть там выше зарплата чем в европе уровень жизни объединение культур со всего мира то есть когда евреи собирались в этот в эту страну израиль они приезжали сразу голков мира и образовали такую интересную смесь смешение когда произошло то есть смешение всех культур на одной земле это потрясающе это просто шедеврально видеть вот как люди из разных уголков они вообще сочетаются как они проявляют себя ком-то совместном деле из это получается просто что-то невероятное это здорово праздник толерантности ну да несовместимости да что еще скажешь по поводу изра почему израиль климат хороший климат в целом хороший климат кроме хамсинов июня кроме дикой жары я на то дождь нет это песчаная буря я когда работал на улице да я ощущал это хамсины то есть когда ты только допустим помыл машину и началась песчаная буря которая прям аж завивается вот этот песок вот и очень высокая температура с июля с конца июня где-то до сентября вот с октября по июнь до конца июня погода отличная то есть там нет даже там нет снега там дождливо зимой то есть зима проявляется вот дождливости и этот сезон длится до месяца когда я там был это было там две-три недели были дожди из из всей зимы все остальное время было очень комфортно скучал там по зиме скучал ты же север да и приехал когда сюда увидел снег я и вступил счастлив да пока не замерзла в питере да надо просто уметь одеваться пока не превратился уши пока не превратились в лед да вообще вот ты как склоняешься какому-то определенному климату либо ты вот любишь менять мне нравится когда все нормально когда все средне не жарко не холодно идеально температура там 20 25 градусов вот чтобы она круглый год была вот это для меня было бы идеально ну и какой-нибудь месяцок бы нет нет да и снег бы что выпадал то есть климат новой зеландии какой-нибудь где не меняется температура не давление мне кажется идеально для жизни а ты вот хотел в канаду после израиля поехать почему планы поменялись ну вот в канаду я встречал там тоже ребят смотрел разные интервью и последнее время в канаде засели собственная миграция из из украины да очень много и там из-за того что очень много сейчас там мигрантов которые получают не по специальности рабочие места а потому что они просто вот ну как беженцы оказались произошло гуманитарная программа так гуманитарная программа перезаселение перенасыщение людей теми специальностями вот на которые не нужно никакого образования а это как бы идеальный старт начать вот с чего-то такого потом получить какую-то лицензию найти себе работу а так как вся эта ниша занята другими людьми перенасыщена вот стало происходить то что арендная квартира квартира стала дорожать еда то есть все стало дорожать зарплата она не успевает расти за этим всем то есть поездка в канаду в это время и на тот момент когда об этом думал было уже не целесообразно это из-за израиля произошло вот я встретил людей которые приехали из канады в израиль которые делили своим опытом что допустим аренда комнаты будет стоить 1200 баксов получаешь ты там две с половиной плюс ты должен заплатить страховки телефон еда в общем ты выходил в ноль в израиле я допустим мог в лучший месяц получить 16 шекелей и из этого у меня останется это 34 тысячи на на получается где-то четыре тысячи баксов до во первых да там зарплата больше зачем мне шилы нам его менять ну понятно из-за чего там что там на пмж оставаться гражданскую и уже сейчас мне это вообще как будто но я стараюсь жить там где мне хорошо не там что мне куда-то надо ехать а вот здесь сейчас не хорошо я живу то есть не вот какие-то гештальты в меня там надо получить какое-то гражданство меня вот этого нет вот это первое ты думал про гиур изучение про еврейство вот про консервативно да у меня был там товарищ дима и он делал консервативный гиур чтобы пожениться в израиле своей невестой и там в целом это была процедура такая так скажем безобидная то есть он три четыре месяца подготовился сдал тест и ничего в целом такого в этом нет то есть это не как ортодоксальный как у нас только здесь происходит то есть ты должен знать вот у нас 10 заповеди да а там если я не ошибаюсь 632 заповеди это только заповеди должен знать всю историю ты должен два года находиться в этой общине ты должен придерживаться определенные определенного так скажем пищепотребления ограничения очень много ограничений да если увидеть что ты ешь ешь допустим не как это вот сейчас допустим пост идет да да православный да пасхи а там получается пост на два года грубо говоря то есть тут многие не могут даже неделю выдержать там поста на тут получатся два года пост да допустим в пятницу когда начинает шаббат с первой звезды и допустим до субботы первой звезды ты ему не должен не есть не пользоваться электричеством то есть три часа тоже в социальные сети абсолютно ничего ты не ты не можешь делать разве это не прекрасно но с какой-то стороны то есть разве это не должно тебе как-то трансформировать в такого человека знаешь супер ресурсного который вот как раз таки и для себя и для страны до которой он получает гражданство будет супер полезен но полезный в каком плане что я не поел допустим один день ну в том плане что ты не забит чем-то лишним мусором каким-то то есть вот у тебя вот есть только энергии и и хватает вот только накид определенные цели которые связаны с твоей семьей и с твоей страной то есть ничего лишнего не тратишь время на удовольствие на лишние вот эти вот кита ну понимаешь тусовки развлечения то есть вот ты сконцентрирован на служение то есть это наверное в первую очередь служение кому-то но идеалу ну вот я могу также развернуть вопрос почему для меня вот то вот этот то что говоришь мусор мне почему вот этот мусор мне должен допустим приходить я же живу исключительно для себя и для семьи и хотелось бы делать хорошо себе и семье в этом плане как бы это эгоистично звучало это в конечном итоге это так но если до мусора ты делай хорошо себе да 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 то есть мусор который полезен мне вот если этот мусор который представляет то или иное государство подходит мне я готов с ним мириться тогда да очень конечно звучит когда иронично да раз я вам покажу самую грязную машину в израиле которую я когда-либо видел это машины датишных евреев то есть самых религиозных евреев в израиле вы только посмотрите на эту машину на ней приехало двое детей которые сидели на задних сиденьях посмотрите на их сидение на сидение в целом на пороге на заднюю стенку на двери посмотрите что происходит спереди двухэтажный слой мусора коробка передач просто во всем мусор я не знаю как ее можно переключать как можно сидеть на таких сиденьях и быть такой машине но это правда жизни слушай ты начал снимает там много тик токов для много вообще вот я смотрю у тебя там видео которые набрали большую популярность вообще как ты пришел к тому чтобы что-то снимать вот в тик ток вести свой блог расскажи ну значит я приехал туда у меня из друзей были только соседи по комнате вот и когда они у меня были я об этом как бы не задумывался ни о чем жил себе спокойненько жил работал вот а потом я понимаю что очень как-то мне скучно работа дом и все я решил найти себе какую-то отдушину и всегда была какая-то идея начать что-то снимать что-то делать показывать людям допустим со всех уголков мира что происходит в той или иной стране и вот все совпало и то есть это некая мечта такая молод ну не мечта я бы сказал что это было то чем я себя занимал то есть вот вечером чтобы не был во первых нет не было там не семьи ничего мне не было когда я уже один жил там с друзьями тоже особо не увидишься они работают и работаешь там вам всем на работу а вот вечерком выйти провести время то есть как-то не дома да не просто ты поел и спать лег а ты что-то еще сделал что тебя отвлечет развлечет то есть это было вот в таком контексте то есть занять вот это вечернее время может быть дневное если удавалось чем-то полезно не просто чтобы зачахнуть там а вот вдохнуть себя какой-то глоток свежего воздуха здесь в россии у тебя но не вдохновляла тебе это занятие а там вот именно вдохновила почему да здесь я был расписан от и до то есть я с утра встал и я точно знал свой план на один и там были встречи с семьей там работа который мне нравилось там и квартира и все дела то есть у меня тут не был такой мысль а то есть у меня был расписан день и не было даже мысли ну я не дошел до этой мысли здесь а там вот то что у меня где-то в загашнике эти мысли были вот они вырвались как-то на первый план и они меня сподвигли это начать делать вот это вот интересно меня просто как для меня вообще в целом путешествие всегда вот когда ты покидаешь свой дом на этом свою страну у меня внутри срабатывает такое переключатель вот такое ощущение складывается что допустим вот здесь ты себе не принадлежишь у себя дома а за границей то есть ты как будто бы открываешь самого себя и вот эти вот вот любое путешествие это как будто путешествие самого себя то есть вроде ты в другой стране вроде так все красиво и прекрасно но часто бывает к если ты именно видишь это прекрасно что это именно красивые фокусируешься на этом то ты вдохновляешься идет в такой вот процесс вдохновения и он как раз таки тебя толкает на творчество это вот как раз таки блог да вот занимать занятия в целом таким делом я прошу и я просто всем своим клиентам всем советую снимайте видео то сделайте блог почему потому что когда вы рассказываете про свое путешествие да то есть вы еще можете на этом зарабатывать то есть как бы вы их плохо не снимали то есть неважно просто главное это делать люди будут это видеть и они будут вам писать и ну вот как вообще принес тебе твой блог какой-то заработок вот помимо еще вот такого занятия которое тебя развивало поговорим о финансах сколько ты зарабатываешь ну ты уже сказал что ты зарабатывал порядка четырех тысяч долларов это лучший месяц да чем ты вообще занимался первых четыре месяца я работал на складе до обеда приходил товар утром 7 утра я уже там принимал его мыл клал в нужные места очень интересная работа безумно веселая насыщенная даже спать захотелось я сейчас про нее говорю потом я шел мыть посуду после обеда уже сам ресторан какое то время даже был помощником повара то есть нас туда тоже пригоняли знание английского языка тебе как-то помогала выручала да когда я кстати работал на первой работе ни одного русского там не было одна была девочка русская официантка но она была очень редким гостем в нашем нашем рабочем пространстве где кухня где посуда вот и что хорошо что каждый израильтянин знает английский язык поэтому никакого языкового барьера какой-то вот вот ассимиляции у меня не возникало когда ты приезжаешь на место контакта какого-то не вообще не было вот я как будто и там и был то есть мы встретились и там тоже были ребята там один парень с аргентины вот далее они все там жили ну в общем в каждый еврей и каждый израильтяне знает английский и были у нас еще арабы вот арабы они знают арабский и иврит то есть английский у них не в ходу не в тренде и вот с ним приходилось и и они стали тем катализатором которые заставляли меня учить иврит то есть если бы не они я бы не начал там изучать какие-то слова там ложки-вилки там быстрей-быстрей хаваля лазман там чик-чак вот эти все их слова то есть это все они как бы сподвигали меня на то чтобы я изучал иврит если бы я был только в израильской среде где одни израильтяне возможно такого не было вообще иврит для тебя вот разговорный легкий язык ну первый месяц это было что-то вообще это вообще что такое то есть ни одного похожего слова до него я не слышал то есть это не французский это не английский это не латы это вообще что-то другое то есть даже ни одного корня общего не знаешь для меня это было вообще дико тоже база не было вообще никакой базы да да то есть я просто слушал их и все то есть это было вот а потом когда ты уже неделя две три это месяц проходит и такой а вот это уже это значит там это слово уже вот и ты уже начинаешь она у тебя начинает главе складываться то есть по полочкам слово за словом и она вот так в твой багаж и входит в твой лексикон дальнейшем в целом в начале это что-то вот как будто на другой на другой планете в это вообще что такое что за язык но он такой музыкальный можно же сказать что несложный вот на слух на речь как бы можно на нем говорить условно да да но там очень много контекста то есть каждое слово может нести себе несколько смыслов ну так же как в любом языке то есть ты должен понять контекст и тогда в целом да он становится ли тебя понятно кем мне быть и кем не стать вопросы мешают спать какую-нибудь смешную историю связанную с ивритом сейчас как же там было а ну вот был праздник суккот это когда значит израильтяне выходят на улице и ужинают в палатках в палатках таких тентах приуроченных к их религиозным историям вот и палатка эта самая палатка где они суть сидят называется сука вот и когда они в разговоре просто вбрасывают это слово ты такой это я кому сказал оказывается это просто палатка окей окей твой самый популярный ролик до в тик токе почему он такой самый популярный сколько он набрал просмотр там по 5 миллионов из-за чего как-то в нужное время в нужном месте там как раз вот был резонанс на то что на теме на теме израиля то есть это все подводилась 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 там ближний восток ближний восток он вообще всегда на слуху смысле связано с политикой что да да именно там политические темы он всегда на слуху то есть его знает во всем мире да хотя казалось бы на карте это просто там ты найди на карте во-первых израиль где это ты не каждый человек от который не не был там он не найдет этого места там по площади это как москва вот и это все подбиралась подбиралась израиль все больше 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 был вот в этом новостном фоне и тут врезаюсь я про ортодоксальных евреев про то как они да не следят допустим за машиной и у меня реально это было болью то есть у нас потому что ты работал именно да 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 то есть у нас значит там был праздник который называется это тоже религиозный праздник бесах это что-то как наша пасха вот и он длится там неделю и вот до этого праздника они должны полностью вот где они обитают чтобы даже пылинки нигде не было все вычищать вымывать и так далее и у нас как раз была услуга на автомойке вот называлась песах то есть это как vip помыть машину только еще то есть мы доставали даже багажник там все вымывали все абсолютно все должно быть чисто и вот когда приезжает там датишный израильтя как правило он мой как раз именно до пессаха вода вот в эти последние дни за весь год наверно машину это не каждый может быть год и вот это тишина это в черных и ходе сход как раз таки вот прям истинно ортодоксальные ну да их не надо путать с которые радикалами вот но в целом да да они ортодоксальные вот это они живут в наибраке в основном то есть у них там община и допустим если ты светский еврей то ты должен понимать что не надо надевать что не надо там говорить что не надо делать когда проходишь по их улицам вот и когда они приезжали на песах вот именно тот ролик который я снял вот он и завирусился то есть это была моя боль которую вот я неделю я просто я ненавидел работу в эту неделю они платят допустим вот мы работали нам платили чаевые вот они допустим платили за песок огромную сумму денег то есть они уже отдали огромную сумму денег и нам чаевых как бы уже мало мало то есть мы вообще могли сказать там туда раба либо вообще могли сказать там вот 5 10 шекелей и вот и да еще сильнее обижает да и ты допустим ее моешь час ты вымывает и вот это вот это вот все вымываешь и там ты получаешь по итогу там 5 10 шекелей на маппи том здесь такие грязных машин ты наверно не встретишь на да у них машина это средство передвижения отвезти тебя из точки а в точку б у нас машина это часть семьи это член семьи понимаешь ты за ним ухаживаешь ты ему там коврик купил пороги вытер там на бардачок что-то поставил да это член семьи за которым надо также смотреть как и за другими лучше такой вопрос смотри ты поехал в израиль еще до спецоперации но в целом мотивация была у тебя не уехать из страны да то есть ты не убегал да 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 вот вернулся ты получается но уже после вот октября до после этого до города в израиле который произошел после войны да да вот по ощущениям вот в плане безопасности да то есть ты был в израиле там были обстрелы и сирена там было ну и до теракта и приехал сюда в россию у нас сейчас спецоперация продолжая за полным ходом до которого уже превратилась можно сказать войну вот в плане безопасности внутри как-то вот ощущаю себя там ты чувствовал себя безопаснее или здесь ты чувствуешь себя безопаснее ну да когда я прилетел вот так пройти у нас каждый месяц были сирены есть специальный приложение red alert ты заходишь телефон даже ты ставишь оповещение ты видишь что вот сейчас где-то будет падение ракета для меня вообще это было дико red alert игра такая раньше вот и там оповещение были то есть меня это вообще дикость была какая там какие бомбежки что это вообще такое то есть я одну человек из мирного времени то есть я никогда такого не видел но потом привыкаешь вот стабильно раз два один раз два раза в месяц мы ходили бомбоубежище то есть я там есть там 30 секунд чтобы дойти до него и в целом с каждым разом ты начинаешь привыкать я думал до того момента пока то не началась война когда нас выпустили 5000 ракет утром я тогда ехала из решена в тель-авив это вот в октябре это было 7 октября это был шаббат это была суббота я ехал на работу на самокате еду из решена до тель-авива дороги пустые потому что нельзя ничем пользоваться вот и еду один и уже между азуром и холоном я слышу начинается сирена я думаю ну обычное дело поеду дальше а потом слышу сирена не прекращается и слышу как начинает работать железный купол раз-два и это продолжается продолжать что такое как ты ощущал я железный купол как он работает взрывы с земноотрясения что ты слышишь взрыв где-то вдалеке как работать железный купол как работает летит допустим вражеская ракета на к ней подлетает ракета вот и железного купола и не врезается в нее а подлетает не и взрывается вот и самое опасное что там есть это осколки то есть вот то что взорвалось и она летит и именно поэтому надо идти бомбубежище шанс того что ты умрешь там от ракета он минимален но допустим осколки могут так как-то тебя задеть ранить убить вот и когда вот началась война 7 октября и я вот это все слышал я думаю что-то очень много думаю пум 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 что же это такое все я начинаю снимать ролик думаю почему так много сирен и потом залезаю в телеграм и смотрю что там просто начинается сообщение о том что там 6 6 30 помоле 6 40 вот началось то что началось 5000 ракет выпустили и когда я уже приехал в тель-авив я уже почти доехал до работы и мы слышим опять сирена вот я был красной дороге там была заправка и стояли еще ребята тоже с автомойки арабы и мы слышим опять эту сирену и мы не знаем как мы друг на друга смотрим то есть что-то поняла ты паника вот эта сирия оба уберешь я не близко и мы не знаем и смотрим друг на друга и что делать непонятно куда бежать все я достаю телефон начинаю снимать секунд 15 проходит я его убираю думаю ну все про пронесло и тут возле нас где-то метрах 500 падает эта ракета то есть ее не сбили а прям вот ракета которая не сбившаяся именно вот целая ракета падает не взорвавшийся и она взрывается в смысле прям недалеко от вас метров 500 она была да и мы в это время стоим с ними и нас аж земли наш мы под прием и страх куда разлетается птица клином улетаю и это просто какой-то животный начинается страх и ты не понимаешь что ты читаешь новостях что там какие-то на окраинах страны заезжают ребята там начинается ну кого-то убивают кого-то режут да и вот этот все этот блага начинается это и вот это вот массовость еще которые все кричат все боятся и ты читающий этот новостной поток и ты вроде как бы находишься в тель-авиве да здесь должно быть очень безопасно и и сюда прилетает ракеты и ты и ну ну все уже надо начинать наставать на колени и молиться ты к этому хотим подвести нет потом я приехал на работу да и потом я приехал на работу значит у меня была минаель мой максим и он не говорит началась война езжайте домой не выходите из дома правильно кем мне быть и кем не стать вопросы мешают у меня был билет я кстати купил билет на самолет за день до войны что вы числа 7 началась война вот я должен был 12 числа улететь вот как чувствовал ну да то есть было да какое-то внутреннее вот такая ничего внутри не было и просто вот я у меня цель была приехать обратно интересно так все подгадал просто дали но у тебя твой рейс отменили да получается мой рейс отменили пришлось переносить да 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 и были рейсы только один до 12 и 2 после 12 выпускали вот потому что в это время ну не прекращение огня было давали время просто улететь самолетом то есть по этой области не бомбили вот то что взрывы были очень близко к аэропорту поэтому это опасно и многие рейсы отменяли но вот это время добавили чтобы самолет улетели потому что допустим израиль даже не только там евреи да там же есть и ребята там из других стран вот и когда я брал новый билет направление все направления допустим европейские страны они были за канцель то есть они все отменены были там европейские в общем по все страны где не не арабские страны нигде ислам вот то есть давали вылетать только мусульманские страны то есть это в турцию в дубае по моему был вае был рейс вот ну вот в ряд в ряд арабских стран зима азербайджан еще можно заложить его именно из так сказать арабские линии то есть именно когда принадлежат и видимо с ними договорились да да получается что они понимают что пусть там не все израильтяне не дать возможность улететь допустим евреям к себе домой вот я полетел до турции все я выдохнул но это был большой шок то есть я просыпался ночью нас бомбили ночью утром каждый день много раз в день была сирена соседнюю квартале был прилет ну да это конечно тема такая душа душа раздирающая просто как бы все равно хотелось бы услышать знаешь но ты сейчас же уже успокоился все тебе никто не бомбит вообще да мы начали говорить и это спорю мне хотелось бы просто чтобы ты сказал на самом деле а где сейчас безопасно ну то есть да вот ты уезжая из россии еще до того когда там вот все началось потом ты чувствовал все равно да какую-то вот тревогу там опасность да там за россию тут твои родные да там вот возможно за себя но ты был якобы в скобочках в безопасности потом и там где ты находился началось тоже какой-то момент и еще опасен чем было раньше ты вернулся сюда и то есть вот этот опыт твой что вот он тебе в итоге открыл в плане вообще безопасности где сейчас безопасно да там в какой стране и вообще как вот к этому сейчас ты относишься ну сейчас вообще везде балаган то есть ты куда ни посмотри везде ближний восток там армения-азербайджан северная южная корея там китай тайвань у нас да то есть везде в любой точке мира сейчас какое-то напряжение идет да и ни в какой ни в одной стране мира я бы не сказал что сейчас безопасно может быть где-то там на каких-то островах там далеких знаешь которые даже на карте даже никто не найдет вот где-то там может быть если у тебя есть там миллионы долларов то ты можешь там и всю жизнь прожить не знаю какой ну какой там новой зеландии там австралии в какой-нибудь может быть тоже те далеко и никогда ничего не было может быть там безопасно но в целом в целом сейчас очень опасное время но мне просто узнаешь меня немного подбешивают люди вот которые очень любят себя накачивать всякой информации извне да вот там вот какой-то войной какими-то терактами да то есть но и они начали это делать сейчас ну допустим дамы какие-то знакомые чаще чем раньше то есть ну как будто бы вот ну как будто раньше ничего не происходило всегда же что-то происходило чему вот вы начали только сейчас да то есть но чтобы эти точки времени вы стоят думать у вас что такое возраст типа что вот интересно себя накачивать этой темой то есть либо как будто вот у некоторых людей есть пробел в развитии когда они но пропустили знаешь когда говорят что вот ты сначала берешь ответственность дастом за себя за свое внутреннее состояние вот то что тебя окружает то на что ты можешь повлиять этот вот этот круг влияния там да там не знаю в садике по комплексов я утрирую конечно но я думаю многие проходят это очень рано в раннем возрасте осознание того что вот ты можешь повлиять вот на какие-то вот вещи на которые ты можешь повлиять но то что дальше да вот то что как бы тебя особо не касается если ты не можешь да там своим да там не знаю своим вот этим вот как-то даже сказать своей любовью своим спокойствием успокоить что-то извне то есть погасить тревогу погасить эту войну то есть ты не можешь снова именно собой это сделать данным как иисус христос сделал да там условно там умер за все наши грехи ты так не можешь сделать да и в целом зачем если он уже это сделал да но это понятное дело это больше относится тем людям кто верит это было изучает но даже вот в этой ситуации да когда ты не веришь когда ты вот напичкал себе эта информация то есть ты начинаешь заражать вот рядом людей какой вот в итоге итог война которая где-то там бомбежка где-то там которая вот который ты ощущал она вдруг начинает происходить здесь внутри тебя да почему вот некоторые люди это чувствуют и не делают это да то есть вот ты как таким людям относишься к тем людям которые вот любят заражать всех вот своим какие свои тревогой своим настроением либо наоборот которые вот пытаются успокоить ты вот к себя каким-то ну точно ко второй категории стараюсь не поддаваться панике вообще стараясь порабатывать все внутри себя вообще это же все с детства да вот особенно вот мужчинам которые которые на вот мы воспитаны мужчинами которые не имеют права каких-то внешних проявлений чувств каких-то то есть мы не можем плакать да мы всегда ты чего там плакса что ли там жаловаться в че там чушпан как сейчас говорят в общем страшное слово так да то есть мы как будто не право вот мы мужики вот современные да вот в нашей стране как то вот всю душу знаешь так и злить у нас очень много в душе как будто бы не имеем право на эмоции какие-то да на внешнее проявление вот я говорю вот вот про себя конкретно я говорю то есть я это все в себе как-то рефлексирую как-то все отрабатываю и над других стараюсь это вот не выплескивать потому что я знаю что будет в итоге ты берешь ответственно получается получается тогда почему допустим ручки мужчина раньше умирают женщина найдет выход любой энергии любым способом мужчина же это все под пресс себя да это в душу откладывает и в конечном итоге это может и взорваться же да но есть же творчество мы все-таки в современном мире живем тикток за существует творчество ты можешь любую энергию сейчас как бы использовать в творчество самое главное именно успеть сделать это до того пока у тебя не начался какой-то срыв не до просто вообще вот мне кажется чем старше становишься тем больше ты понимаешь свою ответственность способность своей ответственности охватить что-то то есть сначала вот твоя ответственность да она охватывает только твои какие-то личные проблемы ну если ты к этому пришел потом твоя ответственность да, охватывает уже что-то больше, там, твоя семья, да, там, внутреннее здоровье, там, состояние твоей семьи. Дальше, то есть, да, ты уже можешь влиять ещё на какие-то группы, ну, если ты способен, если ты этого желаешь, расширения своих внутренних границ. Вот, но получается так, то, что вот ты говоришь, когда про мужчин, некоторые мужчины сейчас, они именно берут примеры женщин и становятся такими эмоциональными, они, вот, пытаются вот сразу вот эту вот ответственность за свою эмоцию, да, перебросить, там, на общество, на войну, на страну, на политику, да, там, на твоё настроение, да, там, что-то сегодня, там, без настроения, да, то есть, ну, знаешь, вот, иногда просто, когда, раньше, вот, я не замечал этого и играл в это, то есть, я именно играл вот в какие-то вот эти вот сценарии и потом не понимал, почему я устаю так сильно, знаешь, почему мне не хочется выходить из дома, почему я социопатом каким-то становлюсь, знаешь, почему такая ненависть появляется, вот, просто, вы знаешь, такой прерван в состоянии ненависти, типа, вот, и, но, благодаря этому, я открыл из себя текст, я начал там писать, очень много там всяких вещей, вот, и как-то научился себя успокаивать, но и сейчас я, вот, ты нашёл выход этой энергии, да, да, но сейчас я понимаю, что, вот, допустим, вот, я женат, да, я живу, поздравляю, да, спасибо большое, я заживу со своей женой, очень много я проживаю с ней времени рядом, да, и, как бы я ни старался, вот, рефлексировать и подавлять свои эмоции, я очень сильно заражаюсь, то есть, знаешь, от неё, вот, какими-то тоже эмоциями, я не хочу перекладывать, вот, на неё ответственность за свою жизнь, да, там, за какие-то, принятые решения, вот, в состоянии, вот, такого вот эмоционального, так сказать, подъёма, но, вот, просто, сам, знаешь, сама жизнь, да, то есть, она, как бы, показывает тебе, что ты не всесилен, вот, если ты мужик, ты берёшь ответственность, там, да, там, вот, за себя и за свою жену, за свою семью, если ты принял решение взять, ты имеешь право и не выдержать это, ты имеешь право сломаться, ты имеешь право, в целом, знаешь, сказать такую фразу, типа, я устал, бог, забери от меня это, то есть, вот, просто возьми мою жену себе, то есть, пусть, вот, все вот эти вот её проблемы, её здоровье, её эмоции, пусть это будет, наверное, тебе, но, представь, вот, для неверующего человека, что он может сделать, на кого он может приложить вот этот вот груз, соответственность, если не на бога, то есть, то на кого? То есть, что же так? На тёщу. Не, ну, да, возможно. Просто и вот тут мы, знаешь, вот, подходим к такому вопросу, вообще, вот, нужен ли человеку бог, да, и веришь ли ты сам в бог? Так, ну, я крещённый, крестили меня, там, до года мне было, ну, могу сказать одно, отношусь я ко всему этому уважительно, то есть, я не богохульничаю, не уважаю это всё. Вот так сказать, чтобы я верил. Ну, мне не нравится, может быть, вот, само это слово и привязка того, что привязывают к этому слову. Если бы сюда подобрать, вот, не конкретно какой-то человек, а вот всё вообще на Земле, всё вообще вот в мире, во Вселенной, вот это одно слово, в это понимание я готов вникнуть. А если мы говорим конкретно о каком-то человеке, который создал нас, и там, по образу и подобию, это большие вопросы у меня возникают. А вот вообще всё существо, которое есть, и дать ему вот это слово, обозначить этим словом, всё, что есть, не конкретно какого-то человека. Слушай, ну, вот ты прямо сейчас так начал рассуждать очень глобально, и очень так, я вижу, тебе тяжело этот вопрос даётся. Но вот смотри, в первую очередь ты себя относишь к материалистам, ты же вот пользуешься всеми благами человечества сейчас, да, вот, покупаешь, потребляешь. Тебе это нравится? Ну, это необходимо. Не то что. Хорошо. В какой-то степени да, мне это нравится. Ты же видишь в этом какой-то определённый смысл. Да. Да? То есть, ну, есть какие-то эмоции связанные с этим, да? Да. Ты получаешь удовольствие? Ну, не всегда. Иногда это надобность, необходимость. Хорошо. Ты же собаке корм купить, это надо. Хорошо. Ну, вот смотри, твоё воображение, оно же может представить тебе какое-то удовольствие. Да. Или, наоборот, допустим, какое-то спокойствие. Вот ты, допустим, мечтаешь, да, и представляешь это в своём воображении. Но получается так, что материальный мир вот сейчас не может закрыть эту потребность твою. То есть вот ты не можешь никак, вот ты пробуешь, 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 накачиваешь себя всё большими вот этими вот. Оттенками, да, то есть потребляешь. Но не получается. Вот не успокоиться, не расслабиться, не почувствовать какое-то удовольствие. С тобой такое бывало? Ну, нет, я реалист, и, ну, нет, скорее, нет, чем да. В детстве, может быть, почему? Тебе прям всего хватает. То есть тебе вот прям всё тебе хватает. Абсолютно. То есть я чётко понимаю, что мне надо, и разбиваю на цели задачи, и постепенно. То есть когда вот это начинаешь, только этот сам процесс, ты понимаешь, что как это ещё далеко. Вот, ну, ты же видишь в конце вот это всё, ты же визуализируешь. Вот этот сам путь и есть как будто бы жизнь. Окей, окей. У самурая нет цели. У него есть только путь. Кем мне быть, кем мне стать? Вопросы мешают спать. Что хотел, какой-то вопрос задать, такое связанное, конечно. Ну, ладно, тогда мы не будем касаться сейчас таких духовных тем. Я понимаю, что они сложные. Давай перейдём в материализм. На что ты потратишь? Заработаны деньги или ты уже потратил? И вообще в целом сколько заработал? Мы сейчас про какие деньги говорим? Ну, вот в Израиле за мутора года. Сколько заработал и куда потратили или планируешь потратить? Ну, сколько заработал, не скажу тебе. Ну, вот купил квартиру. Ну, у меня какие-то ещё сбережения были. То есть это не только я. Где я квартиру купил? В Подмосковье я взял квартиру. В Москве надо было бы ещё, наверное, годик-полтора поработать. Сколько комнат? Одна. Очень дорогое жильё сейчас. Ну, мне вот в моих нынешних потребностях... А что ты ещё? Деньги остались? А деньги, ну, на карманы какие-то, да? Ты вообще вот планируешь свою жизнь, исходя, вот, допустим, я заработал, да? И потом вот этот заработок раскладывать по месяцам наперёд, чтобы вот, допустим, не думать о работе на этот месяц. А, допустим, чтобы у тебя были деньги, чтобы ты мог, допустим, какое-то время не работать, только учиться, жить, там, искать себя. Ты так планируешь? Или ты вот просто вот заработал, всё потратил на квартиру и опять работали? Мы сейчас говорим про финансовую грамотность, да? Ну, можешь как угодно это назвать. Ну, да, да, стараюсь так прибегать. То есть вот то, что я зарабатываю, я откладываю какую-то часть, как подушку. То есть если мало ли что, у меня нет такого, что я там куда-то раскидываю. У меня была конкретная цель, вот я хотел квартиру. Но всё равно я какую-то часть откладывал, мало ли что, там, на работе меня уволят, там, или, не знаю, там, сезон дождей начнётся. То есть я понимал, что всякое может быть. Мало ли я захочу там себе одежду или ещё что-то купить. То есть это понимание есть у меня. Ну, а в целом я ставлю какую-то, допустим, в последнее время, как у меня происходит, я ставлю какую-то цель и вот туда стараюсь, и побыстрее. Потому что сейчас идёт инфляция, рост, и вот это вот всё. Сейчас после квартиры какая следующая цель? Дальше у меня образование. Образование? Да. Ты сейчас учишься? Да. Ты вообще любишь учиться, я так понимаю. Так складывается жизнь. Три образования — это только стар, да? Три высших образования. Да. Да, сейчас на четвёртый получается. Да, да, да. На кого сейчас учишься? Кодим, программирование. Думаю, full stack, back end. И с фронта начать. Ну, что-то вот подумаю ещё. Актуальная такая штука, да? Надеюсь, надеюсь. Будешь, так сказать, улучшать искусственный интеллект, добавлять в него что-то. Быть сотворцом искусственного интеллекта. Вот кем ты себя позиционируешь. Да, это было бы идеально, да. Окей. Это не богохульство вообще с твоей стороны. Ну, вообще, вот искусственный интеллект для тебя — это угроза или это какое-то спасение? Это какая-то возможность самому трансформироваться за счёт вот этих автоматизированных систем? Это крутая штука. Мне очень нравится. Все те задачи, которые мы раньше делали вручную, даже когда появился интернет, всё равно нас занимало это всё очень много времени. Найти именно нужный какой-то источник. Или, допустим, создать какой-то сайт, да? То есть мы все должны были изучить там какой-нибудь HTML и должны были уметь это всё там набирать. Сейчас же это всё делается. То есть наша жизнь прощается ещё. То есть мы можем направить свой ресурс, нашу энергию, да, время, которое у нас есть, на что-то более… На Аракис. На кого? На кого? На Аракис. На Аракис? Да. Что такое Аракис? Ты не смотрел Дюну? Не читал? Нет. Да. Ну смотрел, но не читал. Окей. Как вообще относишься к социальным сетям? Ну в целом, да, ты развиваешь TikTok, много снимаешь видео. Сейчас уже нет. Сейчас уже нет? Да. Сейчас нет времени. Сейчас уже меньше. Так ты освободил же так много времени. Почему его нет? Вот я нашёл, чем заниматься. Занял время другим. Да. Именно, помнишь, я говорил в самом начале, что почему я здесь не снимал? У меня весь день был расписан. То есть я точно знал, что я хочу. И там же это просто был заработок. Я отработал, и всё, иду домой. Никакой у меня мысли даже нет, чтобы там что-то ещё делать. Я хорошо зарабатываю, хорошо получаю, и всё. Это было в Израиле? Это было в Израиле. А здесь? А здесь я опять так. Надо вот то-то, то-то, то-то. Работа, там, что-то. Ну в общем, тут у меня всё расписано, там, семья, там, всё. А там я просто как ветер в поле был. То есть там у тебя было слишком много времени. Да, 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 да. Но разве это не прекрасно? Вот скажи. Круто. Ты тот, который был в Израиле, и который ты сейчас. Это, конечно, разные, наверное, люди. Да, да. По состоянию внутренней свободы какой-то, да? Да, да. А кто более счастлив? Наверное, тот, кто я здесь. Здесь? Я точно понимаю, что я дома. Я точно знаю менталитет. То есть ты начинаешь что-то говорить, я уже понимаю, что ты скажешь. Я понимаю, как ты себя ведёшь, и что ты будешь делать в дальнейшем. То есть мне здесь комфортно. Комфортно. Я знаю, чего ожидать от наших людей, знаешь. Я с ними вырос. Чего от них можно ожидать? Ну, это как на каком-то подсознательном, на каком-то вот животном инстинкте. Ты знаешь, что он будет дальше говорить и делать. Даже мимик у нас различается. Ну, хорошо, ладно. Хорошо. Ну, разве это не… Вот мне кажется, что это не так интересно. То есть когда ты знаешь, ты можешь прочитать, да? То есть тебе неинтересно. А вот наоборот, когда ты не знаешь, ты… Ты будешь не развиваться. Ну, я говорю именно вот про комфорт. Комфортно мне здесь. Что по поводу девушек? Вот твои предпочтения в плане гражданства. Такой вот вопрос. В плане гражданства, в смысле национальности. Ну, да, вот ты много там, где был. Так. Какие тебе девушки вот больше симпатизируют в итоге? Ну, что скажу. Латиночки красивые, да? Латиночки? У них этого не отнять. Латинская Америка. Это очень здорово. Что даже красивее, чем украинки? Ну, вот. А самые красивые, я хотел сказать, это славяночки. Все равно, где бы я ни был, все равно это все запах кожи. То есть голова, там, волос какие-то у них там кудрявые. Вот мой взгляд просто, может, не привык к этому, но мне, допустим, это бывает не всегда красиво. А вот славяночки, да, славяночки и вот какие-нибудь скандинавские девчонки, да, вот как там в Норвегии, в Швеции, вот это тоже мне близко. Ну, здорово, что ты сейчас, я так понимаю, не в отношениях. И вот именно вот этот твой, так сказать, вкус не определяет твои отношения, да? То есть ты сейчас свободно говоришь. Но стоит тебе только вступить в отношения, это будет же влиять на твой вкус? Что я должен буду подстраиваться? Мне нравится только она, да? Какая у тебя национальность, да? Ну, нет. Как думаешь вообще отношения, вот брак, это ограничение свободы? Смотря как их построить. Вообще идеально было бы взять две квартиры, можно даже в одном подъезде, с разницей в несколько этажей. И живёте, ходите иногда к друг другу в гости, там, вечер можете провести как-то. Тут хорошо было бы. Это здорово. Ну, а вот так, чтобы каждый божий день там жить, видеться, я не знаю, насколько надо любить человека. Да, то есть это некая проверка чувств, согласись, да? Даже не чувств, я бы сказал психики. Твои стрессоустойчивости. Это вообще в целом такой тест серьёзный, да? Тест, да, да. На всё, прям. И не знаю, ой, не знаю. Как будто бы это вот самый сложный тест в жизни, да? Да. Сложно, да, вот в такой ситуации, когда ты не проходишь этот тест, на себя взять ответственность за результаты, а не на другого человека переложить. My bad. Окей. Немножко литература. Я хотел прочитать тебе стихотворение Фёдора Тютчева. Так, надеюсь, ты такого помнишь. Да. Много лет Фёдор Тютчев был дипломатом и работал за границей. Он писал стихи «Свободная служба. Время». Ну, конечно, пока он работал за границей, не очень так он сильно был популярен в России, но потом почему-то он очень стал популярен, так что аж попал в учебные программы. Я помню, я помню его, особенно вот это вот стихотворение, которое «умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать, в Россию можно только верить». Вот скажи, на твой взгляд, в Россию можно только верить или любить Россию можно тоже? Я люблю Россию и верю в неё. Ну, как? Как? У нас, вот я сейчас из Москвы приехал в Питер. Мы ехали вот по дороге на машине. Я с севера ездил к себе там в родной Волгоград на машине 4000 километров. И каждый раз я еду, я просто, я, ну, у меня трепет в душе, это всё моя страна, это вот каждый там в поле колосок, да, вот это всё, это всё моё родное. И я люблю Россию. И в каждом регионе тоже какие-то свои культурные особенности. То есть там в Башкирии, там вот в Татарстане я был. То есть в каждом регионе ещё, помимо вот наших русских каких-то, ещё добавляются какие-то вот местные культурные ценности, и получается вообще круто. Это, для меня это чудо. Вот, просто мне вот интересно, что для тебя чудо? Для меня чудо? Вот, значит, я был недавно в Москве, вот в этом, в кампусе своём, и на Савёловском. И мы пошли, значит, с товарищем после кампуса уже, взяли по шурме, по шурме и чай. И подходит какой-то дедушка, холодный, голодный, его всего трясёт. И вот я, он говорит, я очень хочу есть, ребята, купите мне что-то поесть, пожалуйста. И вот я ему покупаю какую-то там самсу или какую-то сосиску в тесте и чай. И он, и он прямо расцветает, и он такой в шоке от того, что ему кто-то это что-то сделал. Он прямо владеет, да? Да, и у меня на душе, я смотрю, он прямо вообще другой человек. И, наверное, чудо, это вот, в моём понимании, это какая-то доброта, доброта к ближнему. Доброта и любовь, наверное. Любовь, оно всё перебьёт. Вот это вот круто, да, то, что ты сказал про любовь. Вот, у меня просто есть одна история, сейчас хотел вот тебе тоже рассказать. Не, это прекрасно, это прекрасно, вот то, что ты именно так чувствуешь это. Сейчас я вот попробую найти там, там просто в этой истории есть стихотворение. Сложно было бы его по памяти читать. Вот, ну, в моей жизни в целом чудо тоже происходило, но как бы есть просто вот свидетельство чуда других людей, которые, конечно, вот, ну, кажется как будто более такими существенными, чем твои, но вот твой вот этот поступок в шесть лет, да, там, допустим, твой вот этот выбор и вот этот поступок, который ты вот с дедушкой с одним совершил, в целом он тебя определяет. Вот, и, возможно, ну, в тебе есть некий вот этот вот, ну, божий свет там какой-то, да. Дай бог. Да, это очень, ну, чудесно, то, что ты это именно воспринимаешь как чудо, потому что, мне кажется, сложно, да, вот сегодня не поддаться влиянию негатива, да, то есть и вот не разрушить это чудо внутри себя. Сложно. Я вот хотел тебе рассказать одно тоже свидетельство чуда. Державин был такой поэт, и он был там деятель всех, много очень он где участвовал, он был еще советником, по-моему, при Екатерине Второй, то есть он и стихи писал, вот, и очень там влиял как-то на политику, ну, был такой очень влиятельный дядька. Он, когда вот уже умирал, написал последнее стихотворение свое. Такое вот стихотворение, сейчас я прочитаю, пессимистичное немножко. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы». Спустя большое количество времени человек, филолог, который увлекается там литературой, который вот сейчас уже вот скоро получит докторскую по филологии, он читает это стихотворение и замечает там окростих. То есть вот два четверостиша, да, окростих — это когда еще и что-то складывается по вертикали. И вот в этом стихотворении есть окростих, называется «Руина чти», типа по вертикали. Он замечает это первый во всем мире, только потому что вот он, ну, такой вот человек, условно. Что-то заметил, но ничего с этим не сделал. Спустя какое-то время он находит статью, американец какой-то заметил это, короче, второй и опубликовал это. Спустя еще какое-то время он летит в Тбилиси. У него там как раз вот должны ему уже присвоить доктора филологических наук. С ним летит аспиранка, и она хочет перед ним как бы себе показать. И она говорит, вот мы там, ну, филологи, мы вот там знаем тоже несколько языков, я вот знаю латынь. Вот я хотела бы вам свое стихотворение показать, ну вот, которое я перевела на латынь, ну, российское. Он говорит, какое стихотворение? Она говорит, да вот державина, река времен. Он такой, интересно, давай посмотрим. То есть, ну, и она ему показывает, и он такой говорит, а ты знаешь, что там есть окра стих? Там руина чти. То есть, он говорит, нет, не знал, я не видела. То есть, и он, ну, такой говорит, ну, хорошо, давай покажи мне свой перевод. И она показывает свой перевод на латынь, и там на латыни тоже есть окра стих. То есть, представь, вот это происходит случайно с вот этим Гаспаром, но он уже такой дядечка уже прям. Там тоже есть окра стих. Но там именно Аморстат написано. Переводится, как «Любовь пребывает». И, ну, с ним происходит вот этот вот взрыв, то есть чудо. Представь, да, вот если бы державин об этом знал, возможно, он бы умирал не так тяжело. Возможно, и этот стих сам, да, то есть он был бы каким-то немного другим. Вот представь, вот просто перевести его на латынь, вроде все, река времен, все топится, все умирает, все пожрется жертвам и царитам, и боги, и все вместе, вроде, но любовь пребывает. Да. Интересно, да, вот такая вот история. Круто. Много литературы, слишком много. Мне нравится. Случайность, не случайно, да? Да. Какую суперспособность ты бы себе хотел? Невидимость. Невидимость? Либо как флэш, быстро бегать. Я хочу тоже такой же себе видеоролик, как в «Людях Х», когда он в очках прибегает под «Sweet Dreams», когда он забегает к ним в академию и всех из огня выкидывает. Я тоже хочу такой видеоролик себе. Не, а так невидимость, наверное, невидимость. А чем ты бы готов был для способности пожертвовать? Чем бы готов был пожертвовать? Варианты есть? Ну вот, допустим, и вот получаешь ты невидимость. Ты невидим всегда. Не, 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 не. Так не интересно. Ну, то есть, ты же должен понимать, что как бы не все дается просто так. То есть, это как в фильме без лица, да? Ну, нет, так бы я не хотел. Так бы я не хотел. Нет, сто процентов. Я бы хотел, ну, становиться тогда, когда я захочу. Либо плачь невидимка. Но ты же и сейчас в жизни можешь становиться невидимкой, ты захочешь. Просто дома не выходи. Философски, да? Можем сейчас камеру выключить и все. Я буду невидимкой. Хорошо, если бы ты писал свою книгу, то какое бы название ты бы дал этой книге? Какое имя? Вау. Ну, не думал об этом. Мне нравится, когда все нормально. Вот какая-то золотая грань, когда есть, и все нормально. Вот оно идет и идет. Все сбалансировано. Все нормально. Вот так бы я назвал. 500 рублей больше не дадим. Ну, это нормально. Какую бы песню ты бы спел сейчас напоследок? Мы вернемся к музыке. Все-таки песня, которая сейчас в себе воплощает все твое настроение. Весь вот этот вайп. Есть такое. Какую бы песню ты бы спел? Значит, называется «О Шан-Залезе». Про Елисейский поля. Да. О Шан-Залезе. Пара-пара-пам. Ну вот, вот эту песню я бы спел. Ну, споем. Давай еще чуть-чуть. Ну, вот так бы я бы это все спел бы, да. Ты любишь петь вообще? Я люблю слушать. Слушать. Да. Круто. Спасибо. Спасибо, Алекс. Блин, хотел бы тебе пожать руку. Спасибо, что... Давай я тебе теперь 10 минут. Давай я тебе теперь 10 минут. Хорошо.